Это опять вот эти вот ну фишки да, то есть когда человек сам в себе не находит что сказать или о чем поговорить или что-то еще. То есть вот он использует вот эти ну какие-то шаблоны, как это называется, рутины, легенды, как это. Но это же не прикольно, прикинь, то есть получается ты опять не ты. То есть ты опять рассказываешь про, блять, про кого-то, то есть какую-то историю, там какие-то шаблоны, какие-то фишки, ну блять. Почему шаблоны пишите? Я бы знаешь, какое тебе задание задал завтра, то есть тут же постепенно, начиная со второго, с третьего дня, выплывают, сейчас я тебе просто перебил, пока не забыл, выплывают эти индивидуальные штуки, которые уже нарисовываются вот тебе, вот это тебе, это тебе, это, помимо обычных всех заданий. Ну во-первых, там я не альфа, это прям твоё любимое занятие будет, то что ты будешь подходить и говорить, почему ты не крутой. Потом что-то такое прям искреннее, знаешь, то есть подходить и рассказывать какие-то искренние вещи про себя, чисто про себя, но только там надо прям, знаешь, посидеть, подумать, что ты будешь рассказывать. То есть прям, то есть ключевое тебе вообще запрещено здесь использовать вот эту хрень, какие-то вот там, блядь, как же называется. Ну вот это все, блядь, шаблоны, заготовки, то есть зачем, прикинь. То есть представь, я не знаю, там какая-то ситуация, вы там где-то в бункере в каком-то, наверху не знаю, там атомная война началась, что ты дальше будешь делать. Ты же захочешь с ней искренне поговорить, там, не знаю, рассказать что-то, не знаю, чем-то поделиться, понимаешь. У нас есть люди, которым сложно, потому что у них реально с эмоциями сложно, у тебя эмоции-то есть, у тебя нифига, просто, ну, тем более странно, что ты используешь, что уже не стоит. То есть фактически ты подходишь в костюме другого человека и начинаешь рассказывать какие-то вот эти вещи. Ты же с матерью не так общаешься, или там с другом с каким-то, там, с моим неебическим. Ты же не думаешь так, едет на встречу другу, типа, сколько мне нужно сегодня ему каких-то вещей рассказать, что я ему там какие-то анекдоты, блядь, какие-то там, не знаю, фишки расскажу. Ты просто едешь и там по ситуации общаешься. Вот тебе надо какие-то придумать вещи и завтра попробовать. Короче, ему надо не усложнять, на самом деле, все делать как-то максимально обычно. Не, ну, то есть это все понятно. Как вот донести до него, что ему делать? То есть надо как-то, чтобы он подходил и искренне рассказывал телка про себя и спрашивал у них где-то. И понял, то есть там самое главное получить опыт того, что девки при этом будут лучше реагировать, ему будет кайфовее, понимаешь? Короче, тогда, конечно, не обязательно надо как-то, ну, так сказать, изъебываться. Другого слова не могу подобрать, чтобы там заинтересовать девушку, как-то с ней начать общение, там, продолжить это общение, так далее. Не обязательно из-за этого что-то, как-то, вот, космическим способом. Просто таки... Что он здесь не изъебывался, а наоборот настроил из себя солому. Ему было немножко стремно подойти и начать делать горло на женщине, не объясняя какую-то подоплеку там. Вот, да. То есть не идти в обстоятельства, которые даны, то есть вот туда прямо с головой, то есть преодолевать, там, бороться, расти. Ну, проще подойти было. Любому вот парню, любому было бы проще подойти к девушке. Давай сыграем с тобой в игру, или? Я пишу тебя, ты это еще меняешь. Это было бы намного проще. Здесь суть именно этого задания, оно фундаментальное задание. Ну, игра, она предполагает то, что если вдруг кто-то у тебя херовно сейчас реагирует, это же игра, у меня еще и шапка, я веселюсь, воу-воу, все нормально. А когда ты подходишь в рубашки уже с таким серьезным ебальничком, там, как говорится, может быть всякое и уже не отлазаться, что я тут играю в игру. Прикинь, плюс ты сидишь на свидании, и у тебя кончились, у тебя свидание настолько затянулось, ты уже домой ходишь, тёлка говорит, нет, с тобой так офигенно, давай еще посидим. И ты в какой-то момент понимаешь, у тебя кончились вот эти заготовки. Что делать? Гуглить, что ли, блядь, что ли? Блядь, так, истории для девок, там, анекдоты, ну, то есть это не прикольно. А вот то, что мы сейчас хотим с тобой сделать, это, наоборот, убрать вот это ненужное и достать тебя самого и понять, что ты понял, что, блядь, там и так хватает информации. Какие-то истории жизни, там, не знаю, из своей работы, там же вот эти всякие обнюханные приходят, есть что рассказать? Но зато это вот твои истории, понимаешь, они вот какие-то легенды. Ты что-то говорили, я тебя перевел. Ну все, я начинаю с ней общаться, подходит подружка, она вообще ноль внимания на нее. Говорит, подружка, ты пока сиди, типа, не мешай. То есть, насколько ей интересно стало. И в один момент, я говорю, у тебя ремень такой интересный, с какими-то пляшками такими. Я говорю, явно любишь такое легкое ПДСН, что-то, значит, подоминировало. А она сразу давай губы обрезывать, улыбаться. Ну, понятно. Ну и все, взял телефон, ушел. И вторая история, уже бегу к вам сюда нафинит. Девочка стоит по телефону, общается, и подруга рядом. Я смотрю, смотрит на меня. Подхожу, говорю, вижу, что тебе понравился, записывай телефон. Подруга начинает орать там, что-то такое. Это быстренько записывает. Говорит, давай, пока я побежал. А она меня засасывает в губы, подруга там вообще в шоке. Я говорю, ого, ничего себе, так сразу. Не-не-не, не пьяные, в парке были. Не пьяные, говорит. Ну, может, и приезжие какие-то, а ты охуенный какой. Не знаю. Подруга говорит, Джонни, обязательно и перезвони. Я говорю, все, пока-пока-пока. Круто. Привет, меня зовут Илья, мне 33, и сейчас я из Сочи. Супер. Почему ты вот пришел на тренинг Владимира Шамшурина, и почему выбрал именно Владимира Шамшурина? Потому что для меня тренинг-практика – это, скорее, тренинг про то, чтобы снять какие-то внутренние ограничения и барьеры, которые сидят исключительно в голове и мешают жить, и мешают достигать результатов, вообще говоря, во всех сферах жизни. Не только в отношениях, но и в бизнесе, в работе, в спорте и во всех остальных вещах. Именно для меня тренинг-практика – это способ вырасти над собой во всех сферах. Круто. А как тебе сам тренинг? Что получил от него вообще? Тренинг очень крутой, потому что ребята создают условия, в которых тебе приходится делать вещи, которых раньше в жизни ты не делал и боялся делать. И, конечно, у меня было немало страхов, связанных с знакомствами на улице. И ты понимаешь, что ты прекрасно себя чувствуешь, как бы это знакомство не закончилось. Поэтому все упражнения прекрасно помогают тебе развиться и перестать бояться вещей, которых ты боялся раньше. А что бы ты сказал парням, которые еще сидят, думают, сомневаются, но хотели бы, возможно, прийти на тренинг в Вове? Что бы ты им присоветовал? Парни, ну на самом деле не надо сомневаться, надо действовать. Потому что чем раньше вы пройдете этот тренинг, тем раньше вы откроете в себе возможности, которых, по вашему мнению, у вас не было. Поэтому жизнь продолжается сегодня и не стоит оттягивать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова